МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об итогах деятельности Гомельского областного управления МЧС за полугодие и работе пожарных поговорим с заместителем начальника ведомства Владимиром Клобуковым. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начнем, как обычно, с обзора происшествий за неделю. В деле нападения на реческого таксиста поставлена точка. Суд вынес приговор 47-летнему россиянину, который в феврале текущего года набросил на водителя службы такси удавку, желая отнять авто и деньги. По горячим следам налетчика задержали. Оказалось, что в его криминальной биографии значились кражи. 9 лет колонии усиленного режима. Вердикт суда. Все условия для неприхотливой культуры. Житель Речицы задержан за выращивание конопли. Мужчина организовал у себя дома нарколабораторию, купил все, что нужно для мини-оранжереи. Лампа, сортовые семена, полимерные емкости для их выращивания, садовые ножницы, календарь с датами высева растений, основной набор инструментов и средств для домашней теплицы с коноплей. Фрагменты урожая, которые хозяин не успел уничтожить до визита правоохранителей, стали основными уликами. Возбуждено уголовное дело. Более 180 свертков для продажи. Мазырянин хранил у себя дома марихуану и продавал ее местным жителям. Оперативники взяли нарушителя закона с поличным в момент реализации дурмана, а потом провели обыск в его квартире. 181 сверток с марихуаной были спрятаны на кухне, в холодильнике, в шкафу, в одежде и даже в туалете. На балконе оперативники нашли приспособления для курения. Мазырянин пояснил, что оптовые закладки он забирал на территории страны-соседки. Неосторожное обращение с огнем привело к пожару торговых рядов на улице Красноармейской в областном центре. Загорелись деревянные поддоны и картон, собранные во дворе торговых помещений. Пострадавших нет, но повреждены рекламные вывески и лакокрасочное покрытие ролетов. В Гомельском районе пожар забрал жизнь человека. Возгорание произошло в жилом доме деревни Климовка. Огонь повредил потолочное перекрытие, стены и имущество. На полу в одной из комнат спасатели обнаружили бездыханное тело хозяина дома. Работники МЧС вынесли мужчину на улицу, но реанимационные мероприятия не принесли результата. Медики зафиксировали смерть. По предварительной версии, причина пожара кроется в нарушении правил эксплуатации печей и теплогенерирующих устройств. Пять человек утонули за минувшую неделю на территории Гомельской области. В Светлогорском районе мужчина пытался, но не смог спасти 42-летнюю женщину, которая в нетрезвом состоянии решила искупаться в искусственном водоеме. А на Днепре, недалеко от базы отдыха Милоград, спасатели достали тело утонувшего мужчины. Как выяснилось, он спасал своего сына, который стал тонуть, вытолкал ребенка из ямы, а сам ушел под воду. 19 июля в Наровле водолазы освода извлекли из воды тело утонувшего 47-летнего мужчины, а на реке Сош, недалеко от деревни Чкалова, утонул 21-летний парень, который попытался вплавь добраться до другого берега. В этот же день в Гомеле на каскаде озер спасатели вытащили из воды женщину. К сожалению, вернуть ее к жизни не удалось. Гуманность законодательства в отношении нетрезвых водителей в очередной раз привела к трагедии. В конце прошлой недели потрясло известие о том, что под Гомеле водитель с признаками алкогольного опьянения сбил двух подростков-велосипедистов, ехавших по краю дороги. На месте ДТП скончалась 16-летняя девушка, ее друг оказался в больнице. К сожалению, такие примеры далеко не редкости не только для Гомельской области, но и для всей страны. Вопрос ужесточения законодательства не снят с повестки дня и данный случай наезда на несовершеннолетних велосипедистов, которые еще и были обозначены фликерами в темное время суток, подтверждает актуальность пересмотра мер ответственности за пьяное вождение. Но об этом в следующем сюжете. 18 июня примерно в 21.40 45-летний водитель на автомобиле ВАЗ двигался со стороны улицы Федюнинского в направлении аэропорта Гомель. Пути исследования буквально в 300 метрах от железнодорожного переезда совершил наезд на двух 16-летних велосипедистов, девушку и парня, которые двигались в попутном направлении, предварительно от правого края проезжей части дороги. В результате наезда парня отбросила в кювет, девушку отбросила под двигавшийся позади автомобиль Альфа-Ромео. От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия, парень доставлен с травмами учреждения здравоохранения. По факту ДТП следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Водитель автомобиля ВАЗ задержан. Житель Добруша подозревается в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющий транспортом в состоянии алкогольного опьянения, повлекший по неосторожности смерть человека. Водитель задержан, с ним сейчас работают следователи. Для расследования создана следственная группа. Для установления обстоятельств и механизма совершения ДТП уже проведен ряд следственных действий, в том числе допрошены участники ДТП и свидетели. Следователи устанавливают очевидцев происшествия и просят таковых обратиться либо лично в следственное управление, либо позвонить по телефону, указанному на экране. В ходе обработки личных данных подозреваемого выяснилось, что этот же гражданин 12 лет назад загубил две человеческие жизни и покалечил судьбы еще нескольких людей при довольно схожих обстоятельствах. Архивные материалы свидетельствуют, что 5 октября 2008 года ветка отмечала День города. После окончания празднования шестеро подростков 10-16 лет возвращались домой по обочине улицы Советской, одной из главных транспортных артерий города с хорошим уличным освещением. У детей на рукавах были фликеры. В районе 59-го дома ребята стали обходить большую лужу и оказались на краю проезжей части. В этот момент на повышенной скорости в группу детей въехал автомобиль «Жигули» под управлением 34-летнего местного жителя. В результате ДТП двое мальчиков 10 и 13 лет скончались в больнице. 16-летний подросток получил травму позвоночника и еще две девочки – легкие телесные повреждения. Водитель скрылся с места происшествия, но был вскоре найден, так как на месте трагедии остался оторванный номерной знак автомобиля. В ходе расследования эксперты, проводившие автотехническую экспертизу, пришли к выводу, что техническое состояние автомобиля здесь было ни при чем. Согласно заключению экспертизы от 2008 года, водитель автомобиля ВАЗ-2109 имел техническую возможность предотвратить наезд на двигавшийся в попутном направлении пешеходов путем применения экстренного торможения транспортного средства с момента их обнаружения на проезжей части. В процессе расследования было установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в 2007 году за подобное нарушение он уже был лишен права управления автомобилем. Приговором судоведковского района обвиняемый призван виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого телесного повреждения. А также в заветовом уставлении в опасности, совершенное лицом, которое само по неосторожности поставило потерпевших в опасное для жизни и здоровья состояние. Согласно приговору суда, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условии строгого режима. Приговор вступил в законную силу. Отбыв наказание, преступник сменил место жительства Светкина Добруш. Снова сдал на права. Закон этого не запрещает. Помимо допуска к вождению мотоциклами и легковыми автомобилями, в 2018 году получил и профессиональную категорию. После устроился работать водителем на одной из Добрушских предприятий. Но, как выяснилось, урок для себя никакой не вынес. Снова алкоголь, снова Жигули, ДТП и смерть подростка. До лихача так и не дошло, что он не только злостный нарушитель правил дорожного движения, но и потенциальный убийца на дороге. Сегодня количество пьяных за рулем попавшихся инспектором ГАИ просто шокирует. Только в нашей области с начала этого года задержано более 1800 нетрезвых водителей. По их вине совершено 17 ДТП, в которых 6 человек погибло, 18 получили травмы. Некоторые водители не боятся повторно сесть нетрезвыми за руль даже под угрозой конфискации автомобиля. Еще летом прошлого года ГАИ выступила с инициативой ужесточить наказание для нетрезвых нарушителей. Новая редакция кодекса предусматривает две ступени градации алкогольного опьянения водителя. По первой ступени до 0,8 промилле алкоголя предполагается штраф 100 базовых с лишением прав на три года. По второй свыше 0,8 промилле водителям будет грозить штраф уже в 200 базовых величин и лишение прав на пять лет. Сможет ли такая мера стабилизировать обстановку? Покажет время. Готовы ли спасатели к сложным чрезвычайным ситуациям и какая техника сегодня стоит у них на вооружении, выясняла Вероника Гомзюкова. Сегодня в структуре МЧС более сотни единиц аварийно-спасательной техники. Автопарк регулярно обновляется. В прошлом году на базу Гомельского областного управления поступил вот этот зверь – мощный автоподъемник коленчатый. В разложенном виде размеры машины достигают 18 метров в длину и 7 метров в ширину. Он способен поднять бригаду из пяти человек на высоту в 78 метров за три минуты. На нем при необходимости можно поднять и оборудование общим весом до 400 килограммов. Стоимость такого железного тяжеловоза – более миллиона евро. На счету этой машины выездов пока нет, но скоро в Гомеле возведут 25-этажки. И в случае чрезвычайного происшествия АПК-75 будет незаменим. К слову, эта машина – единственная на всю Беларусь. Машины старых и новых образцов отличаются в основном начинкой электронной. Старые машины работают от рычагов и на глазомер водителя. То современные машины, начиненные очень много электроникой, которые предохраняют, а также помогают в эксплуатации данной техники. АПК-75 – это автоподъемник коленчатый, 75 метров высотой. Предназначен для подачи личного состава на высоту, проведения спасательных эвакуационных работ, а также подъем пожарного оборудования и проведения работ по, скажем так, ликвидации пожара. В структуре МЧС есть и своя водолазно-спасательная служба. Полномочий у этих специалистов больше, чем у освода. Когда в Житковичах проходил ремонт моста, именно водолазы-спасатели организовали круглосуточную перевозку с берега на берег. Использовали катер «Брик» мощностью 60 лошадиных сил и грузоподъемностью 9 человек. При необходимости он развивает скорость до 60 км в час. Есть на вооружении и более легкий водный транспорт. Если нет хорошего подъезда к воде, то командир, водолаз и водитель снимают лодку с лафета и несут к воде. В обязанности специалиста водолазно-спасательной службы входит и работа во время паводков. У нас на вооружении стоят, наверное, немного лучше мы оснащены. У нас на вооружении стоит водолазная станция быстрого развертывания. То есть автономная связь поддерживается, то есть голосовая связь с работающим водолазом, то есть для проведения подводно-технических работ. У освода, то есть у них поделены участки, на которых они работают. Мы же работаем по месту вызова. Есть в Министерстве чрезвычайных ситуаций и свой спецназ. Это специалисты пожарного аварийно-спасательного отряда узкого профиля. Здесь собран транспорт на случай всех нестандартных ситуаций. Разлилась ртуть – приедут химики. Потерялся человек – выйдет спасательный отряд на квадроцикле. Кстати, для сотрудников МЧС этот транспорт стал незаменимым. На нем проводят поисковые работы в труднопроходимой местности. Полный привод, малый вес, мобильность – вот главное качество такого транспорта. Он пройдет там, где не сможет проехать даже внедорожник. На нем есть система специального громкоговорящего устройства. Ее включают во время поисков и транслируют информацию о том, что потерявшемуся делать. Данная техника была приобретена во все регионы. И с помощью нее уже в этом году обнаружено в лесных массивах два пострадавших. И спасены, которые потерялись в лесу. Самый популярный транспорт – автомобиль медицинской службы. За сутки он выезжает в среднем 5-6 раз. Без этой машины не обходится работа ни на одном ЧП. Будь то пожар или дорожно-транспортное происшествие. Именно на этом авто спасатели приехали первыми к месту ДЦП под Гомелем с участием 16-летних велосипедистов. Эта машина транспортировала пострадавшего в медучреждение. Шансы на выживание у людей благодаря этой чудо-машине увеличились. Здесь есть все необходимое оборудование. ИВЛ, дефибрилляторы с кардиографом, отдельный переносной кардиограф. Все средства первой помощи, начиная от лекарств и заканчивая фиксаторами для частей тела. Теперь помочь человеку спасатели могут даже в движении. Машина МЧС в такой комплектации одна на область. Он сделан на основе «Газель Некст». И соответствует всем требованиям, которые необходимы для Казани на данном этапе экстренной медпомощи. В том числе и реанимационной. Высокая крыша, автономное электропитание. Ну и соответственно все необходимое оборудование. Есть все необходимое в плане травматологических пострадавших. Это, конечно же, средства и мобилизации различные, в том числе и мобилизирующие вакуумные матрасы. Такое новшество. Как только мы закончили съемку, на горячую линию поступило сообщение о возгорании. И транспорт со всех пожарных частей Гомеля вместе с медицинским автомобилем отправился на вызов к политехническому общежитию. Огонь быстро ликвидировали. Помощь людям не понадобилась. Но можно быть уверенным, что в случае необходимости окажут ее экстренно и профессионально. Вероника Гомзюкова, Александр Харламп, Андрей Иванов. Специально для программы «Де Факто». О модернизации и обновлении техники в подразделениях Гомельского областного управления МЧС, статистике пожаров и спасений на них людей, а также о нарушениях требований противопожарной безопасности. Прямо сейчас в студии программы «Де Факто» поговорим с заместителем начальника Гомельского областного управления МЧС Владимиром Клобуком. Владимир Федорович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня на вооружении МЧС находится самая разнообразная спасательная техника. Ведется модернизация оснащения. О какой работе на сегодняшний день можно говорить? Да, как вы правильно заметили, проведена большая работа по переснащению подразделений МЧС. Во всех подразделениях, без исключения, на вооружении находятся современные пожарные спасательные автомобили с большим запасом вывозимых огнетушечных веществ. Как правило, от 5 до 10 тонн. Также все подразделения области оснащены современным гидравлическим оборудованием, которое нам помогает при ликвидации последствий ДТП и извлечения людей из завалов, траншей и так далее. Все подразделения, это значит, в каждом районе Гомельской области имеется необходимый набор техники и средств, которые помогают при ликвидации чрезвычайных ситуаций? Да, вы совершенно правы, во всех подразделениях у нас имеется достаточно сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Также в прошлом году произошло переснащение пожарно-аварийно-спасательного отряда при Гомельском областном управлении. Были приобретены и поставлены боевой расчет современный медицинский автомобиль с соответствующим оборудованием, а также автомобиль и квадроцикл для поиска людей в экосистемах. Эта техника используется активно, либо пока еще не попробовала себя в работе? Вся техника задействована в ликвидации чрезвычайных ситуаций, практически ежедневно привлекается на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, поэтому задействована регулярно и активно. Также еще стоит отметить, что на сегодняшний день очень остро стоит проблема по переснащению техникой для спасения с высоты. Но благодаря Гомельскому областному полкому было приобретено только за последние два года четыре авторестницы высотой 30 метров и единственный в республике коленчатый подъемник высотой 78 метров. Поэтому данная техника поступила нам на вооружение и мы ее активно используем. С какими итогами по количеству пожаров и спасению на них людей сегодня подошло Гомельское управление МЧС? За последние шесть месяцев зарегистрировано 451 пожар, на которых обнаружено погибшими 51 человек, 46 из которых, по предварительным данным, погибли от опасных факторов пожара. Однако при этом было спасено 34 человека при тушении пожара, эвакуировано более 200 человек, при ликвидации последствий ДТП было деблокировано 15 человек, ну и от иных факторов было спасено 8 человек. Владимир Федорович, о чем говорит статистика? Статистика говорит о беспечном отношении наших граждан к своей собственной жизни и безопасности. То есть соблюдение простейших мер пожарной безопасности, соблюдение простейших мер, как и вождение автомобиля и так далее, способствует предотвращению данных ЧАЭС. Однако рост у нас наблюдается, пожары у нас снижение, но рост гибели на пожарах и других чрезвычайных ситуациях в этом году продолжается. О профилактике мы еще поговорим. Были ли за прошедший период, может быть, за последние несколько лет, какие-нибудь чрезвычайные ситуации нетипичного характера? Ну, основные чрезвычайные ситуации нетипичного характера, наверное, связаны с нашими малышами и их неусидчивость. Наши малыши всегда норовят засунуть ручку в батарею, надеть кастрюлю на голову. Ну и взрослые не отстают от наших детей. Постоянно поступают звонки на линию 101 о том, что человек застрял в строительных конструкциях, надо извлечь руку или ногу. Также о снятии колец опухших пальцев. Ну и были такие довольно комичные ситуации. Буквально недавно человек поднялся на дерево за попугаем, ну и самостоятельно спуститься не мог. Поэтому были задействованы спасатели, при помощи альпинистского снаряжения он был снят. А что касаемо тушения пожаров, то, наверное, самое нетипичное в этом году было взрывы и факины на горение нефтяной скважины в Реческом районе. Хотя большую часть своей трудовой деятельности провел по охране нефтепередатующих предприятий, для меня, так же, как и для моих коллег, это было нетипичным. Надеюсь, там все закончилось благополучно. Благодаря грамотным и слаженным действиям спасателей МЧС, а также белорусского организированного отряда по охране данного объекта, в минимально кратчайшие сроки было возгорание ликвидировано и ущерб был минимальный. По каким основным причинам происходит сегодня гибель и травмирование людей на пожарах? Основная причина гибели людей на пожарах – это более 90% – это неосторожное обращение с огнем. В частности, при курении. И вот 96% наших граждан погибло на пожарах именно по этой причине. Также нарушение правил эксплуатации печей, электрогенерирующих установок, ну и нарушение эксплуатации электрооборудования. Как человек может предупредить подобное происшествие? Что нужно сделать и о чем нужно помнить? О чем важно помнить? Важно помнить о том, что не бывает, что беда не может постучаться в ваш дом. Несоблюдение простых правил пожарной безопасности приводит к трагедии. Поэтому перед началом отопительного сезона надо осмотреть печное отопление. Нельзя перегружать электропроводку. У нас сейчас очень много электроприборов находится в квартирах, в домах, но электропроводка рассчитана, наверное, на меньшее количество. И при одновременно включении всех потребителей происходит перегрузка сети. Тем более, что в некоторых домах, особенно в частном секторе, в деревнях, проводка могла быть смонтирована еще в прошлом веке. Да, я об этом не говорю, что надо смотреть за собой, за своими близкими. Ну и простейшее, что может сделать любой гражданин и необходимость сделать, это установить автономный пожарный извещатель в домовладении. Независимо от квартиры, дом, который спасет человека от беды и минимизирует последствия пожара. Очень много примеров по всей стране, когда пожарные извещатели спасали жизнь людям. То есть вовремя их будили, люди выходили и тем самым не получали травмы и не травились угарным газом. Так точно. У нас и в Гомельской области более 30 случаев только за первое полугодие, когда пожарный извещатель спас человеческий жизнь. Притом выходили целыми семьями, дом сгорал до тла, но семья оставалась живая, здоровая. Многим молодым людям профессия пожарного кажется романтической. С какого возраста лучше начать готовиться к пожарной службе и в какие учебные заведения можно поступить? К пожарной спасательной службе можно готовиться с раннего детства, с детского сада. Мы проводим работу по безопасности и жизнедеятельности малышей, а также по приобщению к нашей профессии. Наш девиз – профессионализм, отвага, честь – это, наверное, те качества любого спасателя, которые должны быть у каждого. В нашей стране функционирует несколько учебных заведений. На территории Гомельской области функционируют лица МЧС, где дети в режиме круглосуточного пребывания с 7 по 11 класс получают знания, среднее образование и чуть углубленно готовятся к поступлению в наш университет гражданской защиты, а также в другие университеты. Также на территории Гомеля имеется машиностроительный колледж, где готовят лиц рядового и младшего начальствующего состава. Но и для получения высшего образования в республике есть университет гражданской защиты, фериал которого находится также на территории Гомеля. Поэтому всегда рады видеть вас, уважаемые зрители, в наших рядах. Поступайте, учитесь в благородной профессии спасателей. – Владимир Федорович, в завершении нашего разговора хотелось бы от лица телерадиокомпании «Гомель» поздравить вас и личный состав Гомельского областного управления МЧС с праздником Дня пожарной службы Республики Беларусь и пожелать всем крепкого здоровья. – Спасибо большое. Ну и от себя хочу поздравить всех своих коллег, ветеранов с праздником. Пожелать крепкого здоровья, успехов в работе, ну и минимум боевых выездов. Пусть мы все свои навыки будем отрабатывать на учениях и занятиях. – Спасибо, Александр. – Спасибо. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец» – подборка происшествий, попавших в объективы видеокамер телефонов, регистраторов систем наружного наблюдения со всего мира. Видео из Вьетнама. Все, что происходит там на дорогах, трудно поддается объяснению. Вот, глядя и на эти кадры, непонятно, почему велосипедист решил повернуть налево с правой обочины. При этом он даже не оглянулся. На его счастье, водитель грузовика, который двигался позади, вовремя среагировал. Но машина разбита. Объезжая велосипедиста, мужчина отправил ее в кювет. А это уже глупость мотоциклиста. Проезжая полицейский автомобиль, он поставил свой байк на дыбы. Зарисовался эффектно, но, коснувшись передним колесом асфальта, потерял управление и прямиком в кювет. Мгновенная карма. Это первое, что приходит на ум, когда смотришь такое видео. Кадры не для слабонервных. Кто еще не ездил в автобусе по китайским серпантинам, подумайте хорошенько. Может, не стоит. Во всяком случае, тем, у кого слабые нервы, лучше от таких поездок воздержаться. Кажется, что у водителя отказали тормоза, и он мчится на всех парах. То и дело, успевая быстро крутить рулевое колесо и входить в смертельно опасные повороты. Мурашки по коже даже у самых смелых путешественников. В салоне истерический крик пассажирок и встревоженные советы мужчин. Если вы хотите почувствовать вкус жизни, то такие поездки по краю китайских гор взбодрят не по-детски. Нелегальный джип-тур в Анапе закончился серьезными травмами для пассажиров внедорожника, водитель которого до отказа набил машину туристами. Поначалу все было хорошо и весело, но на одном из поворотов авто занесло. Водитель стал выруливать, но не смог удержать внедорожник на ходу. По сообщениям местных СМИ, обошлось без жертв. Снова Поднебесная. Это видео было снято камерой наблюдения на севере Китая. В городе Синьян велосипедистка упала в глубокую яму, затопленную водой. Ей на помощь пришли случайные прохожие. Один из них бросился с противоположной стороны улицы. На бегу он даже потерял обувь. Общими усилиями пострадавшую удалось спасти. Самостоятельно она вряд ли бы выбралась на поверхность. В общем, достойный пример людской взаимопомощи. Смелость, солидарность и невероятную готовность помочь продемонстрировали на этой неделе и французы. Жители города Гренболь спасли детей на пожаре. Два брата уже не могли находиться в квартире из-за едкого и устого дыма и вылезли на внешнюю сторону балкона. Взрослые внизу организовались и по очереди поймали падающих мальчиков. У одного из них перелом предплечья, но все живы. Всего на пожаре спасатели эвакуировали 20 человек. Невероятная победа всех, кто принимал участие в ликвидации ЧАЭС и спасении людей. В Египте неподалеку от Каира загорелся нефтепровод. Эти кадры сняли очевидцы. В результате утечки углеводородов в огне оказались несколько автомобилей, которые находились на парковке. Предполагается, что нефть воспламенилась из-за искр, попавших в разлитую массу из выхлопной трубы одной из проезжавших мимо машин. Пострадали 12 человек. Более 20 единиц пожарной техники работали на ликвидации ЧАЭС. Вскоре после этого в Министерстве нефти и минеральных ресурсов Египта заявили, что огонь был взят под контроль. Как победить бизона теперь знает посетительница Елленстонского парка. Женщина вместе с другом слишком близко подошла к зубру и тот пошел в атаку. Знакомый убежал, а его подруга упала на землю и замерла от страха. Надо сказать, пощекотала нервы всем, кто это видел. Огромный бизон подошел к своей жертве, обнюхал ее с ног до головы, еще немного постоял и ушел прочь. Трудно сказать, пожалел он женщину или подумал, что она мертва, но это явно спасло жизнь любопытной туристке. В общем, с бизонами шутки плохи. Помнить об этом полезно всем, кто собирается увидеть Елленстонский парк. На сегодня все. Берегите себя. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова